Добрый вечер, дорогие друзья, мы начинаем 44 занятия, уже 44 раза мы встречались и начинаем изучать очень важные, главное можно сказать, нельзя сказать главные, очень важные книги. И сегодня мы начнем их изучать в другом порядке. Раньше мы изучали, был Дер-Хашем, Путь Бога, потом было Мусар, вначале изучали Перте-Авот, а последние несколько занятий Мишли, это Мусар, исправление себя. А потом мы изучали книгу заповедей, книгу заповедей сокращенную, мы изучали одну заповедь, чтобы заповеди истории актуальны в наше время. Но их надо изучать в другом порядке. В Мишли написано так, что Нер-Митсва, что свеча это заповедь, Вет-Тора, Ор, а Тора это свет, и Путь к жизни это Тох-Хот-Мусар, это нравственные наставления. То есть вот такой порядок, который прямо установлен в Мишли, как оно должно быть. Значит, исходя из этого, вначале нужно изучить какую-то заповедь и сделать это как свечу зажечь, потом осветить пространство Торы, а потом уже получить Мусар, как исправлять себя, как это применять. То есть этот порядок, как бы он в самом Мишли, он указан как наиболее правильный, да, как концепция. Значит, мы меняем порядок, начинаем с заповеди, и в конце можно ее еще раз добавить, чтобы хорошо заповнить. Значит, мы уже доучили, мы начали со второго по второму кругу изучать заповеди. И, значит, первая заповедь была верить, что есть Бог, который сотворил мир. Он сотворил мир, и он им управляет. Это первая повелевающая заповедь. Вторая заповедь верить, что он один, у него нет никаких компаньонов, у него нет никаких партнеров, никаких нет, у него изображений, частей тела и так далее. То есть он един, один, и тот, кто сотворил и управляет, это он, это Бог. Это вторая заповедь повелевающая. Третий заповедь, его любить. Значит, нужно его любить всем сердцом, всей душой, всеми силами. И четвертая заповедь, вот сегодня, она четвертая заповедь, она называется «Бояться Бога». Или «Ра forcément Бояться Бога». Значит, ну вот, как бы, с одной стороны, многие спрашивают, как это, зачем его бояться, там, ну, с другой стороны, это повелевающая заповедь, «Бояться Бога». Откуда мы это знаем? Записано в Торе, в книге Дворим. Записано так. Это Шем и Лакеха Тера. Бога Всесильного Босса. То есть, прямым текстом Бог приказал его бояться. Теперь, зачем бояться? Вот в Мишле много раз указывается, что решит хохма и рад Ашем. Начало знания, страх перед Богом. Решит даат и рад Ашем. Значит, и начало познания, там, постижения. Это тоже страх перед Богом. Значит, ира это такая, ну, страх перед Богом это то, что дает очень много. Но почему его надо бояться, это повелевающая заповедь. Теперь объясняет Хафетскаим, как бояться. Адерах, лейрато, путь, как его бояться, это как его любить. То же самое, мы раньше говорили. Нужно изучая творение, изучая его, так как он управляет миром, его создав. Изучая его, то есть, там смотришь, за что любить, а тут ты смотришь, за что бояться. И есть за что бояться, и есть за что любить. Значит, за что бояться, например. То есть, мы смотрим, в один момент исчезают целые государства, целые города. Ну, недавно, например, в последнее время, цунами, где-то было цунами, где было цунами? Ну, вот, несколько лет назад. Там, оп, сразу смыло целые, там, прибрежные поселения, города. Были люди, нет людей. Вот это вот, тоже цунами, это было в Японии сейчас, да? Значит, случайно осталась эта Япония. То есть, была на грани того, чтобы еще немного не было бы Японии. То есть, была очень близко к исчезновению Японии. И есть за что его бояться. То есть, если мы посмотрим на жизнь каждого человека в отдельности, то вот он был, вот его нет. Вот он, значит, здоровый и богатый, а тут он в тюрьме и больной. Да, то есть, и все это происходит по непонятным, ну, как бы, логического часто нет объяснения. И те, кто на это смотрит, говорят, воля Божия, потому что иначе не объяснишь. Вот за это изучают эти вещи, начинаешь его бояться. К чему должен привести этот трепет? Что если придет преступление перед тобой, да? То есть, есть возможность нарушить законы Бога. И ты боишься Бога, то ты не нарушишь. То есть, ты понимаешь, что да, там лежит вещь какая-то, украду никто не заметит. Но ты понимаешь, ну, никто не заметит, хозяин не заметит, а Бог-то заметит. И тут в этот момент, если ты его боишься, то ты остановишься. Если ты его не боишься, то ты не остановишься. Значит, и когда есть возможность совершить преступление, В этот момент нужно пробудить свой дух и вспомнить, что Бог-то, Он следит за всем своим творением и за всеми делами людей. И это одна из тех заповедей, которые человек обязан соблюдать во всякое время. То есть начинается шелка на руку, вообще сборник всех заповедей, он начинается с того, что есть одно главное правило, которое звучит так. Шевиси ошеблены гдитамины, что все время представляешь, что ты стоишь перед Богом. И это то, с чего начинается соблюдение всех остальных заповедей. То есть если это есть страх перед Богом, трепет перед Богом, тогда есть смысл соблюдать заповеди, тогда ты в них веришь. Если этого нет, то тогда никакая логика не поможет. Почему? Потому что, это мы изучаем в Мишле, заповеди это Бог, Он сказал так делать. То есть мы пытаемся что-то понять, но на самом деле Он просто сказал это делать. И многие вещи, они нелогичные, начиная с первой заповеди, когда Он дал от дерева познания добра и зла, нельзя кушать. Это плод, от всех деревьев можно кушать, с виду он прекрасный, кушать его хочется. А кушать нельзя. И пойми ты теперь после этого Бога, да, все плоды такие же, можно кушать, от этого нельзя. Потому что это именно так устроено взаимоотношения Бога и человека. Он устанавливает правила, сказал их соблюдать. Соблюдаешь, значит ты идешь по повелениям Бога, ты с Богом не соблюдаешь, значит ты не идешь с Богом. Вот простая такая математика. И бояться Бога. Бояться Бога это заповедь, которой обязаны и мужчины, и женщины все время. И тут еще интересно, внутри этой заповеди, что входит в эту заповедь, не произносить имя Всевышнего пустую. То есть быть очень осторожным с произнесением имен Всевышнего, быть очень осторожным с написанием имени Всевышнего. Поэтому, если вы смотрели, религиозные евреи пишут Бог через черточку. Почему? Потому что эта бумажка, если написать полностью, и на ней одно из обозначений Бога, то имен Бога, и потом она в мусорку пойдет. Как бы без уважения отнесся. То есть человек, который боится Бога, он этого не сделает. Когда пишешь там в интернете, это уже делают, ну там, это уже дополнительно, как бы, память о том, что когда написали на бумаге. В принципе, ну, в интернете, казалось бы, можно это делать, потому что никто с этой бумажкой не пойдет ни в мусорку, никуда. Но пишут Бог через черточку. На иврите пишут такая буква Эй и сокращение черточка. Просто одна буква, которая... Начало слово Ашем. Ашем это, когда говорят, как бы, когда говорят о Боди, говорят имя его. То есть все знают, что упоминание о Боди, но настоящее его имя не произносит. Или говорят, там, о Маком, место, да, то есть он сосредоточение всего мироздания. В общем, это все входит в четвертую повелевающую заповедь, бояться Бога. Значит, все, мы свечу зажгли. Кто, значит, хочет выполнять эту заповедь, говорит, все, я Бога боюсь. И в этот момент выполняет заповедь. Вот очень все просто. Теперь, значит, мы переходим к Тора Свет. То есть мы Нер Митсва. Свеча это заповедь. Значит, заповедь это свеча. Значит, а Тора это свет. Само слово Тора, учение, оно однокоренное со словом Ор. Ну, по звучанию, в любом случае, свет. И, значит, сейчас мы на это все прольем свет. Как раз сегодня мы подошли к изучению, что такое имена Всевышнего. То есть мы изучали Рамхаль, путь Бога. И мы остановились на главе, как, значит, действуют имена Всевышнего и колдовство. Ну, как раз мы пришли к тому, что имя Всевышнего нельзя впустую произносить. А сейчас мы, Тора нам осветит вообще весь этот вопрос, почему нельзя, что значит вообще произносить, о чем мы, что мы имеем ввиду, когда говорим имя Всевышнего. Все надо понять. Значит, пишет Рамхаль так, что он пишет, что высшая мудрость, она подготовила возможность, чтобы границы материальные, материального мира и границы природные в этом мире, в котором человек находится, ну, то есть физический мир, так все подготовлено, чтобы была возможность, была возможность, была возможность эти границы раздвигать, для того, чтобы человек мог, для того, чтобы человек мог, значит, выйти из границ своего ограниченного материального тела и подняться на более высокие уровни. И, значит, человек может освободиться от этих оков тела и выйти в положение, которое выше, чем обычное его материальное положение. Значит, и там он может выйти в духовные миры, в духовность, но при этом он находится сам еще в этом мире, в теле темном. Вот мы на этом остановились. И, значит, ну, известно, что четверо поднимались в Фордес, один сошел с ума, один умер, один, значит, вернулся и отошел от Торы, и четвертое, Рабиакиво, зашел и вышел с миром. То есть все эти путешествия в духовные миры, отодвигание границ, это вещь достаточно опасная. И, ну, вот мы видим, что 75% из выходивших закончили плов. Значит, ну, это вещь заманчивая. И есть еще интересное, где-то в 60-е годы был такой, Тимоти Лири его звали, он изобрел ЛСД. ЛСД, и он, значит, тоже утверждал, что принимая ЛСД, человек выходит из границ своего материального тела, материального восприятия и уходит в духовные миры. Но ЛСД признали наркотиком, это запрещено. Но, например, тот же Стив Джобс, он говорил, что проблема белодейца, что он не употреблял ЛСД. Хотя, значит, Стив Джобс, он много, как бы, понял, по его же словам, именно употребляя ЛСД. То есть, оно открывает каким-то образом врата восприятия, и человек там видит какие-то вещи, которые в обычном состоянии не видишь. Но, опять же, если взять статистику, то почему его внесли в ряд опрещенных препаратов? Очень много людей под ЛСД заканчивают жизнь самоубийством или сходят с ума. То есть, то, что мы видим, то, что, ну, как бы, выход за границы материальности, он опасен и чревает последствия. Значит, когда Бог давал возможности раздвигать границы материального мира, Он не дал все границы отодвигать. То есть, это как, когда в интернете есть права, права доступа, права администратора. То есть, Он дал какие-то возможности, какие-то границы отодвинуть, но не все. Часть из них, значит, только те, которые, высшая мудрость постановила, что их можно отодвигать. И вообще, зачем нужно отодвигать? Это все было нужно для того, чтобы в общем процессе управления мирозданием была возможность, чтобы какие-то люди выходили туда, делали, то есть, чтобы была общая система работала. То есть, это не просто так, а давай границу откроем, давай. Нет, то есть, это было изначально задумано, чтобы была возможность каким-то особо одаренным людям подниматься в духовный мир. И при этом, сам выход за границу материального мира, он был тоже очень обусловлен разными условиями, разные очень точные пути. И все это очень, ну такая, достаточно точная система, которая именно работает вот так. Причем, вот в наше время, мы живем в время, когда уже очень многие вещи становятся более-менее понятные. Вот, например, в интернете, человек хочет попасть в какой-то сайт. Если он хотя бы одну буковку не так напишет, то все. То есть, он может написать все буквы правильное имя сайта. Одна буква не так, он не войдет туда. Или там ладин пароль. То есть, он знает, ладин знает, а пароль не знает. Или он и пароль знает, но написал он буквами все маленькими, а надо было одно большое сделать. Ну какая разница, большая или маленькая буква? Нет, все его не пустят. То есть, все у него есть. И ладин есть, и пароль есть. Одну букву написал, не большую, а маленькую. Все, не пускает. И вот, значит, выход в духовный мир тоже обусловлен очень точными моментами, как это делается. Значит, дальше он продолжает. И высшая мудрость подготовила для человека специальные возможности, специальные приспособления, чтобы он мог через них приблизиться к этой цели. Если ему, опять же, захочется, он будет сильно стараться. То есть, он сможет отодвинуть эти границы, природные границы, границы материального мира. И сейчас он говорит, я это все объясню. Сейчас все объясню, говорит. Знает, продолжает Рамуша Хамлуцата, который сам, он вот эти вот книги все, он писал за ночь. То есть, он выходил в состояние такого вот восприятия, и он мог книгу написать за ночь, не оторваясь. Там он с... Интересна его сама история. Рамуша Хамлуцата. Можно сейчас вот я найду, например... Найду я сейчас его в Витипедии. Да, будет интересно, что пишет Витипедия. Значит, вот Витипедия, да, пишет о нем что? Штон Каббалис. Штон Каббалис. Но вот именно факт его биографии. Значит, свой первый трактат Рамуша Хамлуцата, это сообщает Витипедия, жил он, родился в 1707 году, то есть 306 лет назад. Умер он в 1746 году, жил всего 39 лет. Равин, философ и каббалист, автор десятков книг по Каббале и по еврейской айтике. Значит, он написал первый трактат в возрасте 17 лет. И он изучал очень много. Он логика, риторика, как устроили... Ну, то есть лингвистика. То есть он был человек, который проникал в структуру мироздания. Большинство книг Рамхаля о скрытой части Тора. И о них сказано, что Рамхаль описывает строение духовных миров так, как будто сам присутствовал при их сотворении. И у него есть системный подход, то есть он... Ну, у него все книги, они как части единой системы. Он все это успел за 39 лет, потом он закончил свой земной путь и ушел в дальнейшие этапы своего существования. Так, интересно, что... Ну, уже с самого раннего возраста он все это делал. Ну, известно, что эти книги он писал не так, что вот он сел там, а что бы мне написать. То есть у него реально было вот это откровение. То есть он выходил из границ материального мира, и он видел, как оно все работает, как оно все устроено. Так вот, значит, он говорил так, что... Знаю, говорил он, что... Вообще вся реальность, в которой мы находимся, в ее общем и в частностях, в малейших частностях, это только... это все Бог. То есть это все Бог, благословен Он. То есть вся реальность, это и есть Бог. Теперь и получается, что все существующие вообще аспекты этого мироздания и все порядки, по которым они действуют, что в высших силах, что в духовных сущностях, что в материальных созданиях, они все существуют и действуют и живут вообще, существуют только потому, что они все привязаны к Богу. То есть только то, что они все привязаны к Богу, дает им возможность вообще существования. Потому что если мы рассмотрим любой аспект материи, то это набор электронов, каких-то атомов, молекул каких-то, между ними пустоты. Все это с дикой скоростью двигается. Представляете, электроны вот эти вот, да, они с совершенно там нереальной скоростью летают вообще, кружатся, вертятся. И человек внутри это пустоты, вообще пустоты. Как оно все держится? Почему оно именно так держится? Почему оно не распадается? Ну, то есть это все Бог держит вот этими своими законами и оно вот существует по его воле. Значит, теперь дальше он говорит. И поэтому он проявляется через все, что существует. И он также влияет на все, ну, на все, то есть любой аспект реальности. Это он и, значит, он существует и находится, потому что Бог это делает. И получается, что на каждый момент времени действует много, казалось бы, много разных влияний. И от всех этих влияний, от совокупности всех этих влияний и образуется вот эта реальность, которую воспринимают. И, в общем, он говорит, что, значит, вся эта система, если ее вот так вот представить, как проявление Бога, которое проявляется во всех ее аспектах, только это все Он же, только в разных аспектах проявляется. Если так представить всю эту систему, то, ну, то, что ближе всего к нему и самое такое, как сказать, ну, вот я его с вами скажу, и Малахим, ангелы, они принимают от света Бога, значит, то, что открывается на них. Потому что, как идет речь? Бог сказал, что человек не может меня увидеть и остаться в живых. То есть тот уровень света, который, ну, даже когда думаешь об этом, понятно теперь, почему те, кто в Параде заходили, сошли с ума. Потому что, когда об этом думаешь, это просто голова не выдерживает. Интересно, что был случай, когда один римский такой, ну, аристократ, такой из влиятельных людей, он говорит про абиативы еврейскому мудрецу, говорит, послушай, говорит, вот эти все разговоры про Бога, я это не понимаю. Ну, то есть я, говорит, вообще не понимаю. Ты мне покажи его. Покажи, и я тогда поверю. Вот хочу увидеть. Он говорит, хорошо, приходи завтра в 12 дня, я тебе его покажу. Тот говорит, ладно, назначили они встречу в 12 часов дня. Назначили встречу в 12 часов дня, и тут, значит, день, представляете, полдень, Израиль. Солнце в зените, вообще палит, дикое лето. И он говорит, рабиатива, сейчас я тебе его покажу. Ну, тот говорит, жара уже, все, пошли в тенек. Он говорит, нет, подожди, надо на солнце стоять. Значит, стоят они на солнце, он говорит, ну, показывай, он говорит, сейчас, секунду. Говорит, все, давай быстрее смотри на солнце, вон он, вон он. Он говорит, ты что, я не могу на солнце смотреть, я ослепну. Он говорит, послушай, если ты даже на солнце не можешь смотреть, которая песчинка в мироздании Бога, да. Как ты собрался на Бога смотреть, который создал и дал энергию миллионам солнц, миллиардам солнц. И ты хочешь на Бога посмотреть, ты на солнце не можешь посмотреть, ослепнешь. И он тогда понял, что действительно человек в его материальном ограничении, он с Богом соединиться не может. Он исчезнет, он растворится. Поэтому ангелы, которые там на самом верху, они принимают от света Всевышнего, значит, принимают они от света Всевышнего, от света Бога. И, значит, дальше как идет дело, то, что они от него принимают, они дальше, вниз-вниз идет по каскадам этот свет. И, значит, и так доходит до нас немного. То есть, так оно почти доходит до нас, но это уже этот свет, он как бы уже очень, как сказать, ну очень он уже, ну даже он в другом качестве уже, то есть он в том качестве, в котором мы можем его воспринимать, и уже он очень такой разбавленный, разбавленный, разбавленный этот свет. Потом начинаешь, например, когда учишь Тору, читаешь Ниндии Пророков, думаешь об этом, молишься и так далее, ты чуть-чуть этот свет начинаешь воспринимать в более чистом виде. Но воспринять его в чистом виде, это сгореть, сгореть, исчезнуть там, ну то есть разорвать голову. Это в чистом виде. Теперь, это он сразу как бы предупреждает о том, какая опасность выходить из своего физического ограничения и пытаться соединиться с Богом. Дальше он продолжает. Значит, Бог, он хотел, чтобы его называли каким-то именем. То есть, когда говорили о нем, чтобы его называли каким-то именем. Для того, чтобы созданные, сотворенные люди могли пробуждаться к нему и звать его, то есть, обращаться к нему. То есть, в мироздании должно быть какое-то обращение, как обращаться к Богу. И когда произносишь, вспоминаешь это имя, то ты через это воспоминание и произнесение, значит, присоединяйся к нему, приближайся к нему. И, значит, он соединил себя с этим именем. То есть, он как бы, есть его свет, который обеспечивает всю Вселенную. То есть, есть Бог за пределами Вселенной. Есть его как бы, его сжимания используются, его уплотнения. Вначале идут силы какие-то, ангелы и так далее. Потом только идет материальный мир, вот эти вот Солнца, Вселенная и так далее. Потом только уже идет то, что воспринимает человек. Но Бог, он дал такой как бы отдельный вход, это свое имя. То есть, он сказал, что вот у меня есть вот такие-то имена и человек, так как он венец творения, то есть, он создавал всю эту систему для человека. Он ему говорит, вот ты можешь ко мне обращаться. И дал он специальные имена. И есть главное имя, которое вообще, главное-главное имя, которое вообще никто не знает. То есть, его знал там первосвященник, его произносил в храме. Его знали только, ну там, единицы-единицы его знали это имя. Но о нем именно сказано в Торе, в книге Шмот, что он его сообщил Маше Рабену. И он сказал, Зешмиле Олам, это имя мое навечно. И он ему дал какое-то 72-буквенное имя, чтобы было вообще, его не запомнишь, 72 буквы. Попробуй, еще с огласовками, со всеми делами, то есть, вообще невозможно запомнить. И он соединил с этим именем, он соединил свою славу, то есть, тоже не себя даже, а свое проявление воспринимаемое уже с этим именем. И о нем он сказал, значит, это имя мое навсегда. И о нем же, сейчас, и это имя, что называется в нем, имя славы и слава Всевышнего в нем проявляется в самом имени уже. То есть, это не просто его имя, а он в этом имени проявляется максимально, как он вообще в этом мире проявляется. И он так хотел, чтобы его назвали этим именем. Но, помимо этого, по разным его проявлениям и по разным его влияниям, он хотел, чтобы его назвали еще и другими именами. То есть, есть множество разных имен, там, четырехбуквенное имя, Элотим, Кель Шадай, там, разные имена, которые разное его влияние направляют на мир. Я не знаю, я спросил, я не знаю, у меня, я не знаю, как моя фамилия правильно пишется. Значит, и вот так он хотел, чтобы его называли. И он так установил и постановил, чтобы сотворенные называли его имя. И когда они называют его имя, на них в этот момент будет идти отдельный огромный свет и влияние. Как сказано, тоже в книге Шмот сказано, что в любом месте, когда ты вспомнишь мое имя, приду я к тебе и благословлю тебя. Ну, в общем, дальше мы в следующий раз изучим, мы уже, может, полчаса. Значит, что можно понять? Есть имена Всевышнего, с ними надо быть осторожным, потому что есть повелевающая заповедь бояться Бога и трепетать перед Богом. Эти имена, когда их произносишь, они оказывают огромное влияние, поэтому их лучше не произносить. А когда молишься, когда, ну, то есть есть специальные, там, надо всему, надо учиться. И взаимодействовать с Богом тоже надо учиться, потому что, если не умеешь с ним взаимодействовать, может быть очень, ну, как бы, не тот результат, который ожидаешь. Не тот результат, который ожидаешь. Если неправильно взаимодействовать с Богом, то, а это Бог, который вообще творец мира, то есть, поэтому есть заповедь его бояться, и когда начинаешь его бояться, то становишься осторожным, начинаешь изучать, начинаешь изучать, начинаешь правильно с ним взаимодействовать. И в этом, как бы, смысл жизни человека в этом мире. Или же можно заниматься другими делами, люди учат разные вещи. Мне рассказывали, как один человек решил изучать, как с девушками взаимодействовать. И он пошел из целых курсов, специальные тоже книги, там, кто-то изучает, как с Богом взаимодействовать, А он решил изучить, как с девушками взаимодействовать. Жениться не хотел, хотел просто взаимодействовать. И искал, значит, способы влияния. И, значит, он услышал на одном из тренингов, что нужно картофелину положить в штаны, значит, и это на них влияет. И он приходит через какое-то время требовать деньги обратно. Говорит, ну не помогло, я положил картофелину и не влияет. Наоборот даже, говорит, убегают. Даже те, которые раньше не убегали, сейчас убегают. В общем, тренер, кто преподаватель был, изучил ситуацию, говорит, так вы же неправильно положите, говорит. Надо же было спереди, а вы сзади положите. Значит, в любом деле нужно делать все по технологии, чтобы было все правильно, все хорошо. Значит, и теперь давайте изучим Мишли. Мишли, то есть, нер митсва, значит, заповедь это свеча, которая зажигает свет внутри и соединяет, написано еще, что нер это душа человека. Значит, свеча это душа человека и заповедь это свеча. То есть, когда делаешь заповедь, в этот момент происходит зажигание вот этого внутреннего света. Потом, Тора это Ор, Тора это Свет. И вот мы сейчас изучили, стало понятнее, как оно все работает, почему именно так. Хотя, на самом деле, почему так, вот в том-то все и дело. Бог установил, что это так. Высшая мудрость постановила, что это так. Система работает так. Почему стол твердый, почему там воздух такой, почему Земля на таком диаметре или радиусе от Солнца, почему так все работает, непонятно. То есть, это реально так установлено. То есть, вот изначально там ДНК, вот эти все вещи, кто-то это все сконструировал. То есть, ученые, те, кто не верят в Бога, они говорят, оно само сконструировалось. То есть, оно реально так вязалось, само сконструировалось, вот так сложно. Ну, ну, бывает, а что нет, почему бы не сконструировалось? А почему после этого ничего нового не конструировалось? Глобально ничего нового в мире не происходило. Ну, так вот, значит, тогда произошло, а сейчас нет. Да. На пути обучения, ты же придумал, что ты делаешь неправильно, поколючишься, или этот процесс обучения может занять всю жизнь все равно что-то делаешь неправильно? Как это влияет на его взаимодействие с ним? Было так, Раби Атива, тоже есть известная история. Раби Атива, он, который вот зашел и вышел с миром, он начал учить Тору, только ему было уже 40 лет. У него было 40 лет, он был, что про него известно, что он был сын принявших иудаизм Раби Атива. Он был пастух, и он был пастух, значит, пас себе овец, и написано, что очень не любил мудрецов. Смотрел на мудрецов, говорил, вот, был бы я, говорит, осел, я бы их покусал. Так он, прямо было такое высказывание. И вот в него, значит, его как-то увидела дочка одного очень богатого человека, который в то время был один из таких олигархов в Иерусалиме, Кальбасавуа его звали. Он был религиозный, верующий, ну, такой очень богатый человек, один из трех самых богатых людей в Иерусалиме того времени. И у него была дочка, и она увидела Раби Ативу и говорит, этот человек, у него великая душа. У него великая душа, значит, а она была такая, видна, девушка, ну, вот, как, ну, я не знаю, как кто из современных таких персонажей. В общем, она была очень, вот, решила, сделала. И она, значит, ему говорит, все, значит, вижу, что в тебе великая душа, значит, мы должны с тобой пожениться, но, говорит, при условии, что ты начнешь учить Тору, потому что пока, если у тебя душа есть, ну, это как алмаз неограненный, ну, и что-то у тебя есть душа, а ты, значит, ну, что ты с этой, что ты сделал с этой душой? Ну, он смотрит, хорошая девушка, да, из приличной семьи, значит, и он говорит, хорошо, женюсь, значит, на условиях, что буду учить Тору. Он женился, но неожиданно папа сказал, что, он говорит, вот что ты из-за этого вышла замуж, я вас обеспечивать не буду, я отказываюсь вас обеспечивать, потому что это против моей воли, это было вообще ваше личное решение, значит, я против. И она говорит, а я все равно вижу, что это великая душа, и, значит, ну, такая была очень сильная девушка. В общем, они живут в сарае, и у него и Тора не идет, он пошел учиться, у него не идет, 40 лет уже, куда Тора учить. И он, значит, пасет дальше овец, у них родился ребенок, то есть они живут в бедности, в сарае, и у них не было вообще, ну, вообще не было ни денег, ничего. Она ему говорит, нет, я домой не вернусь, и все равно ты должен учить Тора. Он говорит, ну, это вообще не могу. И вот у него этот ребенок, уже ему там три годика, и он, значит, рассказывает предание, что он шел по своих овец, и как-то он остановился возле родни капал со скалы и увидел, что родник капает на камень и сделал дырку в камне. И он, значит, посмотрел на это его, вот с тех пор это высказывание, он говорит, что если вода, мягкая вода, смогла сделать дырку в камне, то слова Торы, которые и огонь, и вода, и слова Бога, они, неужели они не могут изменить меня и войти в меня и заменить весь тот мусор, который во мне был, ну, там, с детства, да, человека, суть человека, это он набор того мусора, который информационного мусора, который в него вливает телевидение, книги, школа, там, дом, быт. Ну, то есть, все это человеку информируется, и он, значит, Раби Атива говорит, неужели я не смогу это слово Бога в себя вставить вместо этого мусора. И он, значит, как раз это важный момент был, что у него был сын этот маленький, и сын как раз пошел в хедер. И он начал учиться с нуля, то есть он начал учить вот именно с алиф-бет, с алфавита, и он сидел с сыном, значит, и алиф-бет. И когда он прошел первый слой, вот этот вот, он выучил первый слой, второй слой, третий, и он пошел набирать скорость, конечно, он сына обогнал уже там. И, значит, он пошел учиться у самых главных мудрецов, которые были того времени, там, Раби Юшуа, Раби Лезар. И он жене говорит, что, ну, а я же не смогу даже овец пасти, как же я буду обеспечивать? Она говорит, если ты идешь учить Тору, значит, идея это для нас самая главная. То есть я хочу, чтобы ты реализовал суть человека в этом мире. А интересно, что когда муж идет учить Тору, то жена получает награду наравне с ним. То есть его, вот этот вот депозит, который он зарабатывает, он на нее идет. Так как женщина не обязана учить Тору, она является в этом мире помощницей для мужчины. И ее заслуга в Торе, это заслуга ее мужа и ее сыновей, которых она отправляет у Чи Тору в Хейдор. И, значит, Рахеля ее звали. Рахель. Так он ушел в Ешиву на 12 лет. На 12 лет он ушел, значит, 12 лет его нету. Приходит он через 12 лет домой и слышит, как соседка над ней насмехается. Говорит, ну, что там ты? Значит, вот у тебя замужество веселое, да? Вышла замуж, мужа нету, никого нету. Она ей говорит, ты, говорит, вообще ничего не понимаешь, говорит она, соседки, Рахель. Мой муж учит Тору. Он сейчас занимается самым высшим делом в жизни, которое вообще только возможно. И даже если он еще на 12 лет там останется, я все равно буду счастливее, чем ты. Ему уже больше, чем 52, потому что пока там, ну, где-то... И, значит, она говорит, что даже, говорит, даже, если он еще на 12 лет останется, я все равно буду счастливее всех. И, значит, что получается? Он это услышал. И он возвращается, возвращается... Возьми там стучек. Или тут садись. Вот, а может тут садись. Садись. Он возвращается в... Даже домой не зашел, возвращается в Ешиву. Так, задают вопрос все. Ну, то есть, когда изучают историю про Равиакива, изучают, на самом деле, путь в Торе, потому что он в итоге стал самым великим за все поколения мудрецом. Так, задают вопрос. То есть, на каждое его действие задают вопрос. Почему он тогда не зашел даже домой? То есть, хорошо, он услышал, что она согласна, что он был научен на 12 лет, но он же мог бы зайти домой. Так, говорится, что 12 плюс 12 не равно 24 подряд. То есть, когда ты подряд учишь что-то без перерыва, то это больше, чем когда ты учишь две части целых. Ну, две части сложенные. Мы задаем тоже вопрос. Как больше? По какой мере ты меряется? Написано, что в Торе есть такой закон «Липум цара агра». То есть, чем больше страдания, тем больше награда. То есть, когда ты учишь, преодолевая страдания, или выполняешь любую заповедь со сложностями, то в этот момент ты преодолеваешь, создаешь большее движение, ну, то есть, совершенно другой уровень этих заповедей, которые выполняются со страданием, чем которые выполняются с легкостью. И, в общем, рабе Атива, который не искал легких путей, он уже решил стать действительно мудрецом, он вернулся обратно. Прошло еще 12 лет, и он возвращается со своими учениками, он возвращается в тот город, в котором они жили, и его встречает уже толпа людей, за ним идет толпа учеников. То есть, рабе Атива, он 80 лет стал самым главным мудрецом в народе Израиля и был до 120 лет главным мудрецом. То есть, а это ему было, получается, уже лет, ну, там, скажем, 45 плюс 24, 70. 70, там, 75. И он возвращается со своими учениками, тут его встречает, весь город его встречает, и тут жена, пожилая уже женщина, идет ему навстречу, и ее целой толпы не пускают. Он говорит, все, расступитесь, говорит, вся Тора моя и вся ваша Тора, это ее заслуга. И она, значит, он еще, есть такая передание интересная вещь, что он, когда они в сарай лежали, и у нее там соломинки какие-то, ну, были в волосах, и он ей говорит, когда-нибудь, когда я стану, ну, когда у меня будет возможность, я тебе подарю такое украшение, Иерусалим из золота. У них было такое, видно, самое, ну, модное украшение, как сейчас там Порш Каена, у них был такой Иерусалим из золота. И он ей говорит, я тебе подарю Иерусалим из золота, и он ей потом подарил Иерусалим из золота, и она вошла в историю, он вошел в историю, и, а что у них там, в тех мирах, мы даже себе представить не можем, потому что у нас нет мерки понять, насколько есть величие тех, кто учит Тору, служит Богу, ну и так далее. Что с сыном? С сыном Раби Ативы. С сына Раби Ативы известно, что его звали Раби Ашоа бен Корха. Раби Атива был лысый. И один из мудрецов Мишны его звали Раби Ашоа. Он был один из тоже великих мудрецов в народе Израиля. Есть, он упоминается в Мишне, в Талмуде. То есть один из великих мудрецов. Он не стал как Раби Атива, потому что он, очевидно, не прошел того сложного пути, который прошел Раби Атива. То есть чем сложнее путь, тем он больше выстраивает личность, дает ему силу, ну и так далее. Сын его, обычно дети великих людей, они не достигают величия родителей, ну чаще всего так бывает, именно по причине того, что их путь в жизни намного легче, чем у их родителей. И они не прошли тех сложностей, которые закалили их родителей и сделали их, ну, очень великими. Но у них есть преимущество, что они могут учиться у своих великих родителей тем вещам, которые, ну, которые те постигли, преодолевая сложности. И у них есть, с одной стороны, у них есть, ну, как бы, недостаток, с другой стороны, у них есть большое преимущество. Хорошо, теперь Мишли. Мишли, мы выучили первую главу, потом последнюю. В Эшетхале, кто, кто приобретет себе доблестную жену, сценарий намного выше жемчуга, это последняя глава. Сейчас вторая глава. Идем по порядку. Извините, а говорится, что тот, кто делает мисло, он подтягивает еще одну мисло. То есть сразу зажигается вторая свеча и ничего скажет? Думаю, что да. Это реально, как бы, делаешь каждое мисло по отдельности. Две свечи, уже факел. И если она зажигает, то эта свеча гаснет или как? Я не знаю, значит, гаснет, по-моему, там нет вот этого вот взаимозачета. То есть есть, выполняешь заповедь, за нее есть награда, делаешь преступление, за него есть наказание. Каждое это отдельное видо влияния на человека, на душу, на все. Но, как бы, там вот этих тонкостей мы сейчас не будем ходить. Давайте будем идти по пути. Значит, в первой главе в Мишле, в критчах, там очень много всего. Но если коротко сказать, то сказал нам Шлома Мелых, что, значит, надо приобретать мудрость. Надо приобретать мудрость. И он нам объяснил, что есть три вида мудрости. Три вида мудрости. И первый вид мудрости называется хохма. Хохма – это божественная мудрость. Бог установил законы вот этой хохмы, это Тора. То есть, он установил, и хохма – это то, что касается правильно, неправильно, хорошо, плохо. Это все Бог установил, вот эту систему этого мира и установил границы. Мы бы, если бы Бог нам не сказал, что это плохо, мы бы не знали. То есть, так он установил. Это называется хохма. Хохму невозможно постичь путем интеллектуального поиска. Хохма, она идет только от Бога. Второй вид, чего надо приобретать, второй вид мудрости называется бина. Бина – это качество интеллекта, которое позволяет понимать вещь из вещи. Понимает вещь из вещи. Например, возьмем последний вопрос. Вот Рэб Ицкак, он спросил про то, что правда ли, что есть награда заповедь. И тот, кто это услышал, некоторые поняли, что он учил пертиавод. Это, то есть, из того, что он сказал, можно понять еще дополнительную вещь, которую он вообще не сказал. Но так как эти слова, они встречаются в пертиавод, то можно понять, что он учил пертиавод. И можно еще, кто-то еще более такой сообразительный, он бы понял даже бы из этих слов, где он учил пертиавод, когда он учил, как Шерлок Холмс. Вот Шерлок Холмс, он обладал высочайшим уровнем бины, сообразительности. То есть, он мог из какого-то там нюанса, сказанного доктором Ватсоном, понять, что, значит, ну, всякие полезные вещи. Он понимал, есть анекдот про Шерлок Холмса, когда они с доктором Ватсоном летели на воздушном шаре и заблудились. И внизу сидел человек, это как раз вот про бину, про это качество разума. Внизу сидел какой-то человек, и они его спросили, значит, где мы, они кричат ему, где мы. Он сидел рыбу ловил. А этот человек, он не обладал сообразительностью вот этой биной. Он обладал третьим качеством ума, называется даат, познание. То есть, он воспринимал мир через органы чувств. Поэтому на вопрос, где мы, который ему задал Шерлок Холмс, он ответил, посмотрел на него и говорит, вы на воздушном шаре. Это как раз даат, вот просто такое прямое познание мира через восприятие. Да, где мы? Он говорит, на воздушном шаре. И тут Шерлок Холмс, он проявил качество, которое называется бина, сообразительность. Он говорит, этот человек, он говорит, вот этот человек, он консультант. Он бизнес-консультант. Ватсон его спрашивает, почему он бизнес-консультант. Он говорит, очень все просто. Он говорит абсолютно очевидные вещи, правдивые, которые не помогают. То есть, он сказал абсолютную правду, все, но она не помогает. То есть, он как бы выяснил, что это консультант. Это бина. То есть, мы увидели как раз здесь разницу между сообразительностью и постижением познания. Значит, вот есть три этих вида мудростей. И Шлом Амелек сказал, что надо все эти три познавать. Теперь вот вторая глава, он говорит от имени Хахмы, от имени мудрости Торы. Он говорит так. Мни, сынок, если ты возьмешь мои слова, умит сватай кицпон и тах. Значит, в чем разница между Амарай, слова и заповеди? Значит, если ты возьмешь мои заповеди, говорит Божественная мудрость, то, значит, ну дальше будет объяснено, что будет. А Амарай это слова. Вот это вот то, что мы сейчас изучаем, это слова. Это советы, это мусар, это хорошо так делать, хорошо по-другому делать. А Митсвот это абсолютно точные постановления, которые надо соблюдать. Так вот, говорит мудрость Торы, что сын. То есть, Шлом Амелек говорит от имени Торы. Он говорит, сын, если ты услышишь мои слова, и если ты будешь заповеди соблюдать, если ты послушаешь вот эту вот хохму, мудрость Торы, опять же, он использует здесь вот слово услышишь, послушаешь, то есть, мудрость Торы нельзя понять, ее надо только выучить, услышать. Можно ее узнать от раввина, от людей, которые ее знают, от пророков, но ее понять нельзя, ее можно только услышать, мудрость Торы. И повернешь свое сердце к сообразительности. Сердце это на языке мудрецов, это подсознание, то есть, это вообще мышление. Так вот, его нужно воспитать, быть сообразительным. То есть, это качество сообразительности, его можно в себе тренировать, воспитывать, как литбонен, то есть, вникать, вдумываться. Не воспринимать мир, как однорядовая такая вот, ну, как бы, смена кадров, а останавливаться и вдумываться, да, вот там, например, Рыбыцкак, почему он так сказал? Что он имел в виду, когда так сказал? Это все сообразительность, его можно натренировать, потом сообразил, спросил, потом уточнил, то есть, вот эти вот все вещи, там, углубления и так далее, их, наверное, можно развивать, например, шахматами, то есть, когда человек, он начинает думать, вдумываться и так далее. Так он говорит, если ты услышишь мудрость Торы и сердце свое повернешь в сторону сообразительности, значит, что если ты бину, вот это качество сообразительности, ты ее будешь призывать, то есть, ты ее будешь звать к себе. Ля Твуна Титен Калеха, если ты, ну, Твуна Бина, это одно и то же, как идет повтор, он говорит, если ты свой голос, ну, будешь звать ее, в общем, будешь звать, и дальше он еще усиливает, если ты ее будешь искать как деньги, как кэсэф, имти вакшена как кэсэф, люди, ну, как бы, человеку не надо говорить, что, слушай, надо там, хотеть зарабатывать. Ну, то есть, большинство людей хочет зарабатывать, это как бы естественно. Но он говорит, что если ты будешь искать вот эту вот бину, сообразительность, так как люди ищут деньги, выка матмуним тэхапсена, и как сокровища, матмуним это сокровища, именно, ну, вот, клады раньше искали, там, раньше же, ну, люди прятали эти клады и другие их искали. И серебро, это просто там, ну, разменное, заработал и так далее. А клад найти, это было, ну, серьезное дело. То есть, это уже разбогатит, разбогатит. Так, здесь эта метафора, она, можно бина, сообразительность использовать для, ну, понимания просто, как работает мир, а можно использовать его для того, чтобы понять, как вообще он устроен. Ну, то есть, искать какие-то более глубокие, такие системные, глобальные вещи. Так, он говорит, если ты, вот, будет твой настрой такой, то есть, вначале нужно заполнить голову, услышать Тору, то есть, узнать правила, узнать аксиомы, как работает система. Это нужно их узнать. Потом нужно свою сообразительность, лидбонен, вот, Талмуд учат, есть способ изучения, называется Бе-Юн. То есть, берут, там, могут две строчки, неделю учить, там, две недели. То есть, это называется лидбонен, уйти в глубину. Ну, а дальше он говорит так, что, если ты будешь так, вот, вначале узнал аксиомы, мудрость Торы, потом в нее ты вдумываешься, ты в нее вгрызаешься, как ты ищешь клад. Аставин и Раташем. Тогда ты поймешь страх перед Богом. И познаешь, как бы, познание Бога найдешь. Что имеется в виду? Мы же изучали, что решит хохма и Раташем. То есть, было до этого написано, что основа знания – страх перед Богом. А тут написано наоборот, что если ты узнаешь, у тебя будет эта хохма, мудрость Торы, потом ты будешь в нее вдумываться, развивая свою сообразительность, и будешь хотеть ее, тогда, в итоге, ты поймешь Раташем. И нету здесь никакого противоречия. Потому что, первый, вот этот страх, он заставляет вообще увидеть эти законы Торы и начать их изучать. Почему? Если я не боюсь Бога, зачем мне смысл себя в чем-то ограничивать? Зачем мне смысл вообще в этой Торе, если я не знаю, что есть Бог и не боюсь Его? То есть, вначале, вот этот вот искра, как бы, страх перед Богом заставляет понять, что он есть, как бы с ним соединиться. Очень мало людей я видел, которые с ним соединились через Любовь. Обычно, в момент неприятности, человек, там, неприятность, какую-то трагедия, не дай Бог, да, человек в этот момент, он говорит, как же так, как же, ну, то есть, он на автомате, он пробуждается. Так вот, вот этот вот первичный Ират, он заставляет начать изучать Тору. Потом появляется эта хохма, потом ты развиваешь бину, начинаешь ее углубляться, понимать глубже. И потом только ты понимаешь, как вообще устроена Ират Ашем, он есть страх перед наказанием и трепет перед величием Бога. И тогда ты начинаешь постигать вот этот, уже более высокий уровень страха, трепет перед его величием. И тогда тебе открывается даат Иллатим, когда написано даат Иллатим Тенца, даат, познание, как бы, познание, восприятие Бога ты найдешь. Имеется в виду, вот прямо объясняют, ты поймешь, значит, Масе Мерковаис, как Масе Мерковаис, а как вообще вся эта система работает, Каббала на больших уровнях. Масе Берешит, как он сотворял мир и как он это делал. Это вот как раз зашифровано в словах, что тогда ты познание Бога найдешь. Почему? Ти Ашем и Тен Хохма. Потому что Бог, он дает Хохму, он установил эти законы, дал мудрой стороны. Мипив даатутвуна. И из его уст даатветвуна. Из его уст вот это вот восприятие и глубинная вот эта вот сообразительность. То есть, когда вначале... Мозг человека это такой компьютер, который есть то, что передали родители, это его мощность. То есть, как бы, генетически очень много передается в плане быстрота работы и так далее. То есть, это передается генетически. Потом туда одевается система взаимоотношений с миром. Как операционная система на компьютер, одевается система восприятия мира. Потом в нее уже добавляются разные программы, знания о мире. Там есть люди, они не знают, что есть Америка. У Джудани, у них в мире нет Америки. Раньше жили люди... В чем помню Рики же, да? А, значит, есть люди, у которых там восприятие мира, а раньше было, что мир плоский, да? Есть люди, там, верят в Деда Мороза. Ну, вот маленький ребенок, у него восприятие мира вообще другое. Потом ему добавляются там разные факты, и каждый живет в своей картинке мира. Так вот, значит, потом, если человек узнает, что есть Бог, он меняет свою операционную систему на Тору. Тора – это хохма, божественная мудрость, которая установлена – это хорошо, это плохо, это зло, ну и так далее. После этого он развивает эту сообразительность. После этого он начинает воспринимать вещи, которые раньше не воспринимал. Ему открывается видение там духовного. Но дальше вот то, что он здесь пишет, что Бог дает хохма из его рта до утвуна. Дальше человек, когда он молится, уже соединяется с Богом на высших уровнях, ему открываются такие очень вещи. Вот как Рамхалю открывались эти вещи. Ну, то есть, это уже, ну, такой high level, очень высокий уровень взаимоотношений с Богом, когда Бог человеку открывает, как пророчество, там, называется это руаха коидыш, ну и так далее. То есть, это люди, которые уже, ну, попали в другую реальность, поднялись при жизни на следующий уровень, то, что мы читали «Путь Бога», что можно раздвинуть границы восприятия, и они это сделали. И здесь я вспоминаю одну историю, как, когда возник хасидизм, то есть, это было тоже около 300 лет назад, как раз вот в то время, когда жил Рамхалю, тогда же возник хасидизм. И было между классическим иудаизмом и хасидизмом, было очень большое тогда разногласие. То есть, хасиды, они как раз учили кабалу, они выводили вот эти тайные вещи, сказали, что обязательно нужно их тоже изучать, надо о них говорить, думать там и так далее. То есть, как бы, причем для всех, это их было как новшество. И, значит, было очень большие разногласия, со временем появились во многих городках в Украине, был такой классический раб, классическая школа такая вот, и был хасидский цадик, они назывались цадики. Они больше шли к служению Богу через молитвы, через, ну, через более такое вот восприятие. Не через изучение интеллектуального тора, а через, ну, такое вот именно эмоциональное восприятие, молитва, ну и так далее. И вот, значит, в одном из местечек, я не помню сейчас, как оно называлось, была такая ситуация, что одной женщины умер муж. И этот муж к ней ночью приходил, и, значит, что-то от нее пытался добиться, но не мог. И она каждую ночь просыпалась в кошмарах, и он к ней приходил каждую ночь, и она в кошмарах, и это самое. Значит, она пошла к этому цадику, к хасидскому, и говорит, так и так, значит, вот такая история, приходит ко мне ночью, не знаю, что делать. Он говорит, надо его раскопать, значит, наверное, у него в могиле какой-то предмет и дал поклонство, который он там, то есть что-то там есть в могиле, что ему мешает. В общем, раскопали, нашли там какой-то предмет и дал поклонство, выкинули, и он перестал к ней приходить. Эта история дошла до этого классического раввина, который знал все, там, Талмуд Лавилонский, Талмуд Иерусалимский, и он как-то встретил этого цадика. Обычно они не общались, это были такие противоборствующие лечения, но это, видно, был раввин и цадик, которые общались. И этот раввин говорит, я, говорит, не слышал, что вы изучали Иерусалимский, Иерусалимский Талмуд, это есть Вавилонский Талмуд, а уже только самые великие мудрецы изучают Иерусалимский Талмуд. И он говорит, я типа не знал, что вы такой мудрец, что вы знаете Иерусалимский Талмуд. Он говорит, а что вы взяли, что вы решили? Он говорит, ну как там написано в Иерусалимском Талмуде, что если мертвый приходит ночью, это значит, что там есть какой-то предмет и дал поклонство, который с ним похоронен. Он говорит, а я не знал Я не изучал Иерусалимский Талмуд Тот говорит, а откуда же вы тогда знали? Он говорит, я знал оттуда же Откуда знал Иерусалимский Талмуд То есть те мудрецы Которые писали Иерусалимский Талмуд Они были на уровне В те времена, когда это уже было После разрушения храма Но они были все равно Еще очень на высочайшем духовном уровне А в наше время мы уже находимся На более низком духовном уровне По сравнению с теми временами Но он говорит, что да, мне открылось, вот так вот мне открылось, и Бог иногда открывает разные вещи интересные. И напоследок я закончу шуткой, ну то есть мы так высоко ушли. Была такая история тоже, у одной женщины пропал муж, убежал. Убежал или пропал? Ну, в общем пропал. И она, значит, убежала, убежала. И она пришла к Равину спросить, придет или не придет. Но Равин, он с ней встречаться не стал, он сказал ей, что надо, значит, сделать шву, если пришла неприятность, нужно рассказывать о своих делах, нужно начать молиться, и, значит, и так можно исправить. В общем, Равин говорит, я думаю, что он вернется. Ну, значит, слушка этого Равина, он ей это передал, говорит, ну вы знаете, я думаю, что не вернется. Она говорит, как это так? Равин сказал, что вернется, а вы говорите, не вернется. Он говорит, ну, Равин сказал, что не вернется, но он вас не видел. А я видел. Я думаю, что не вернется. Ну, такая шутка, может быть, нет. То есть, есть разные степени восприятия, мудрости. На самом деле, Равин был прав. Он, может, и вернется. Она сделает шву. Она поняла, что она делала неправильно. Когда человек делает шву, то ему открываются совершенно новые чистые листы. Но, конечно, я думаю, что Равин был прав, а не этот Слушка. А он вообще не имел права так говорить, чтобы женщину не обидеть. По закону Тора, такое вообще нельзя было ей говорить. Может, он таким своим видением, с добавкой, да? Есть такое понятие вообще в физике, физическая масса, да? Когда при решении. Вот он, если до этого, ну, Равин сказал, ну, все, она будет сидеть. А вот таким, когда он сказал, что послушал, ты делай что-то, иначе делай табак. Вот. Он этим самым табай вожит таблиническую массу.